Далее обзор рынков. В эфире РБК его подготовил Дмитрий Болтачев, генеральный директор инвестиционной компании Витус. Дмитрий, приветствую вас. Что привлекло внимание ваше на уходящей неделе? Приветствую вас, Антон. Период летних отпусков продолжается. Мы продолжаем следить за курсами доллара и евро в надежде купить их по более выгодной цене. Давайте подробнее. Далее расскажу, что еще происходило на этой неделе на фондовых рынках. На уходящей неделе рубль оставался вблизи уровня 59 рублей за доллар, которого он достиг в конце прошлой недели. По нашему мнению, на стоимость рубля оказали влияние следующие факторы. Во-первых, это восстановление цен на нефть к уровням конца июня текущего года на фоне снижения запасов нефти в США. Мы отмечаем, что уже третью неделю подряд снижаются запасы черного золота в Америке. При этом рынок не отреагировал на выход Эквадора из соглашения ОПЕК. Эквадор намерен увеличить добычу нефти для того, чтобы пополнить бюджет и уменьшить госдолг. Это опасный прецедент для остальных членов ОПЕК. Во-вторых, ослабление доллара на мировой арене после выхода макроэкономических данных в США, которые также повлияли на ожидание более медленного повышения ставок со стороны ФРС. В-третьих, это приближение налогового периода и, как следствие, активизация экспортеров по продаже валютной выручки. Российский рынок на уходящей неделе демонстрировал боковую динамику на фоне завершения периода дивидендных отсечек. Мы продолжаем считать российский рынок несколько перегретым, учитывая негативную июньскую статистику по доходам россиян. Показатель реальных располагаемых доходов, то есть денег на руках у населения после уплаты всех налогов, продолжил стагнацию. Рост зарплаты и низкая инфляция были нивелированы снижением различных социальных выплат и государственных пособий, а также доходов от предпринимательской деятельности. Инвесторам мы рекомендуем дождаться более привлекательных уровней для покупки российских акций. Исключением являются акции «Газпрома» и «Алросы», которым стоит присмотреться с целью закрытия дивидендного гэпа. На следующей неделе важными событиями станут очередное заседание ФРС США, от которого инвесторы будут ждать подтверждения мягкой монетарной политики, а также встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая может повлиять на динамику цен на нефть. На этом пока все. Желаем вам успешных инвестиций. Дмитрий, благодарю вас. Держите в курсе. В эфире РБК «Обзор рынков» его подготовил Дмитрий Болтачев, генеральный директор инвестиционной компании «Вирус». Таковой была уходящая неделя. Впереди выходные. Увидимся в понедельник. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи.